В эфире новости сейчас в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Эпидситуация, вакцинация против коронавируса и производство российской, а также собственной вакцины в Беларуси. С докладом во Дворце независимости сегодня побывал министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. За последнюю неделю в стране отмечается стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для лечения пациентов с COVID-19 в республике задействовано лишь 19% коечного фонда. В стране активно и, главное, без ажиотажа проходит прививочная кампания российской и китайскими вакцинами. Параллельно в Беларуси работают и над производством отечественной вакцины против COVID-19. Дело чести Гусакова и Пеневича, Минздрава и Национальной Академии в короткие, кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть и у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем. Мы не на голом месте это делаем. Надо. Нам и китайцы готовы помочь нам. Так надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная, 98-99% гарантий, это будет прорыв. Ну, к хорошему же надо стремиться. Первую партию отечественной вакцины рассчитывают получить в следующем году. А пока на беломедпрепаратах начат розлив первых промышленных партий российской вакцины «Спутник Ви». Выпуск препарата в перспективе составит до полумиллиона доз ежемесячно. Бел, фар, фрук. Беломедпрепараты. Это наш концерт. Наш концерт объединяет шесть предприятий. Это холодильник, да? Это холодильник. Сколько тут температур? 18. Вот два укола, да? Один и второй. Пять первых уколов, пять вторых, да? Это розлито уже у нас. Возлето у нас. Все, она проходит сейчас тоже контроль качества. Выходит через три недели. Затем мы будем по 500 тысяч ежемесячно. Для потребностей нашей страны будет полмиллиона мы каждый месяц будем выдавать. Да, только для себя. Нам это будет предостаточно. Тему вакцин, а также мировой эпидситуации затронули и на встрече с Дмитрием Мизенцевым. В рабочем кабинете президента гость в новом статусе. На прошлой неделе он получил пост госсекретаря союзного государства. До недавнего времени Мизенцев занимал должность посла России в нашей стране. Болевые точки союзного строительства ему хорошо известны. В Украине производители вакцин освобождены от ответственности за возможные побочные эффекты от приема препаратов. Соответствующий указ подписал президент Зеленский. Данный закон обеспечивает Украине возможность получить вакцины по программе Ковакс. За любые последствия, вызванные использованием препаратов, будет выплачивать компенсацию государство. Закон будет действовать в течение четырех лет. Сейчас в Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса. AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac. Смертельный торнадо пронесся по штату Алабама в США. Жертвами стихии стали пять человек. Двое погибли, находясь в доме на колесах. Погода устроила жителям настоящее испытание. Ветер с корнем вырвал деревья, рушил столбы и срывал крыши с домов. Не повезло тем, кто торнадо застал в дороге. Пугающими кадрами в сетях делятся местные жители. Более 20 тысяч жителей нескольких округов штат остаются без электроэнергии. В крупнейшем городе Бирмингеме разрушено от 30 до 50 зданий. Власти подсчитывают ущерб. А в Беларусь пришла теплая весна. В субботу и воскресенье ожидается до 17 градусов тепла. Местами по югу страны будет плюс 19. Существенных осадков завтра не ожидается. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до 5 градусов тепла. Днем термометры покажут плюс 8, плюс 15. В воскресенье синоптики прогнозируют облачность и от 4 до 11 градусов тепла. В воскресенье погода начнет меняться. Западная Европа на территорию нашей страны будут смещаться фронтальные разделы. Республику закроет многоярусная фронтальная облачность. И в ночные часы местами, а днем на большей части территории, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром не исключены слабые туманы. Температурный режим, который в эти выходные установится на территории нашей республики, будет на 3-6 градусов превышать климатическую норму. Стабильная плюсовая температура сохранится и в начале следующей недели. По прогнозам, в понедельник и вторник будет до 14 тепла. А по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 17. Сегодня Бангладеш отмечает День независимости уже в 50-й раз. 26 марта 1971 года территория Восточный Пакистан, так называлась страна в то время, провозгласила свою независимость. С национальным праздником президента Бангладеш Абдула Хамида поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил значительные успехи, которые Бангладеш достиг за последние полстолетия. И выразил уверенность в успешном расширении дружественных связей между странами. Картина Бэнкси, меняющая игру, ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов. Черно-белое полотно изображает ребенка, играющего с фигуркой медсестры. Рядом в корзине лежат игрушки Человека-паука и Бэтмена. Ранний художник подарил картину английской больницы в знак уважения к самоотверженной работе медперсонала. Работа висела в фойе медучреждения с весны 2020-го. Все деньги от продажи картины отправят на поддержку пациентов и персонала университетской больницы Саунд-Гептона. Информационный день. Мои коллеги продолжат в 15 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова